Интересно, что во многих коррупционных преступлениях США так или иначе находят армянский след. Довольно часто в числе замешанных в коррупционных сделках оказываются американские конгрессмены и сенаторы, занимающиеся лоббистской деятельностью в пользу армянства. Причем делают они это не идеей ради, а по более существенной для них и банальной причине – ради денег. Один из таких политиков, имя которого уже несколько лет, с 2015 года упоминается в такого рода скандалах, Роберт Менендес, которому Армянский национальный комитет Америки присудил высшую оценку за службу армянскому лобби. Для справки, Роберт Менендес – сенатор США с 2006 года, председатель Сенатского комитета по международным отношениям, член демократической партии, представляет в Сенате штат Нью-Джерси. Его жена – этническая армянка Надинар Слонян, которую СМИ представляют как международную бизнес-леди. Менендес женился в октябре 2020 года. Согласно отчету о раскрытии информации, которую сенатор подал в мае 2021 года, супруги получили свадебные подарки от известных лиц Нью-Джерси. В марте 2022 года Менендес внес поправки в этот отчет, добавив актив, принадлежащий его жене – золотые слитки стоимостью от 100 тысяч до 250 тысяч долларов. При этом в отчетах сенатора о раскрытии информации нет никаких упоминаний об автомобиле или квартире, о них мы и расскажем. The New York Times опубликовала очередную статью о ходе следствия, которую ведет Федеральная прокуратура и ФБР. Предметом расследования как раз и является получение Менендесом и его женой незарегистрированных подарков в виде роскошного автомобиля и квартиры в Вашингтоне. Причем от компании по производству халяльного мяса, которое также находится под расследованием. Да, вот так вот. Будучи ярым защитником армян, Менендес берет взятки у мусульман. Расследование в отношении Менендеса связано с правительственным обыском в офисах вышеуказанной мясной компании и доме ее президента. Поиски последовали за решением правительства Египта в 2019 году сделать американскую компанию ISEJ Halal – единственным авторизованным импортером халяльного мяса в страну из любой точки мира. Министерство сельского хозяйства США предупредило, что этот шаг может привести к росту цен на мясо для 90 миллионов мусульман Египта и подорвать рынок. До недавнего времени было мало внешних признаков хода федерального расследования в отношении Менендеса с тех пор, как в октябре стало известно о первых повестках суд. Две недели назад в рамках того же расследования прокуратура Манхэттена подняла документы, связанные с застопорившимся в законодательном собрании Нью-Джерси законопроектом, ограничивающим высоту строительных объектов вдоль реки Гудзон. В повестке запрашивалась любая информация по поводу законопроекта господина Менендеса и его супруги, а также одного из самых известных застройщиков региона Фреда Дайбеса. Дайбес уже признал себя виновным в федеральном банковском преступлении, но так как дело не требовало тюремного заключения, приговор был отложен, что породило слухи о его связях с Менендесом. При этом пресс-секретарь Менендеса Дженнифер Морил напрямую не ответила на утверждение о том, что федеральное расследование расширилось, включив в дело информацию об автомобиле и квартире в Вашингтоне. Не ответила мисс Морил и на вопросы о золотых слитках супруги сенатора. Сам Менендес заявил, что готов помочь следователям, а его представитель отметил, что сенатор уверен, что расследование будет успешно закрыто. Уж не под давлением ли армянской диаспоры.